Привет! Этот выпуск о том, каким должен быть руководитель школьного пресс-центра. А начну с развенчания мифа. Быть словесником не обязательно. Почему-то сложился такой стереотип, что газетой руководит исключительно учитель русского языка. А учителям началки или географии о создании пресс-центра остается только вздыхать и мечтать. Ну уж нет. Спор между физиками и лириками здесь абсолютно неуместен. Приведу яркий пример. Руководит успешный, титулованный школьной газетой «Контакт» Владимир Головнир. Это учитель химии Московской школы 1259. Еще есть такой стереотип. Если ты редактор, руководитель школьного пресс-центра, то должен писать как бог. И фотографировать как «Кортье Брессон». Это тоже не обязательно. Вы можете приглашать на свои занятия фотографов или журналистов из местной газеты. И именно они, профи, дадут четкие конкретные рекомендации, как вашим юным корреспондентам организовать свою работу. А вот быть инициативным и креативным для руководителя школьного пресс-центра, пожалуй, обязательно. Руководитель, он как капитан корабля, направляет журналистов, иллюстраторов, корректоров, верстальщиков. Именно руководитель отвечает за концепцию всего номера. Он отвечает за успех газеты и за рост и развитие команды. А также за те материалы, которые опубликованы, он несет персональную ответственность. Именно поэтому очень важно руководителю уметь налаживать связи с нужными людьми. Руководителю важно создать крепкие отношения с администрацией и коллегами. Газета – это средство для формирования имиджа школы. Именно эту фразу нужно как можно чаще и конкретнее транслировать. И когда вы общаетесь с коллегами и просите предоставить какой-то материал для школьной газеты, и когда вы идете к директору договариваться о поездке на медиафорум, все мы – одна команда. Эту фразу тоже нужно часто повторять. Потому что если вы будете хвалить только себя, то с вами сотрудничать вряд ли кто-то согласится. В то же время печатать всякий вброс вы не обязаны. Бывает, что к редактору приходят, приносят материал и просят – напечатайте про нас, пожалуйста. Вы открываете документ, видите там заметку из трех строчек. Примерно такого содержания. На каникулах мы ездили на шоколадную фабрику. Мы узнали, что шоколад делают из какао-бобов. Нас угощали конфетами. Было очень много нового и интересного. И еще фотографии прилагаются. Как любят школьники шутить, сделанные на тапок. Зернистые, размытые. На них просто непонятно, кто изображен и где это происходило. Вот в такой вот ситуации редактору школьной газеты ссорится с коллегой. Не нужно, не нужно закатывать истерику и говорить, что это вы мне принесли. Потому что больше он вам вообще ничего не принесет. И вы будете такими затворниками, у вас не будет способов взаимодействовать с коллегами. А значит и материалов у вас будет для газеты мало. В такой ситуации лучше поблагодарить за то, что с вами сотрудничают. Но сказать, что материал сыроват. А дальше уже действовать в зависимости от вашей занятости. Либо попросить пригласить учеников, которые на этой фабрике были. Либо делегировать эту задачу вашему юнкоровцу. Накидать ему планчик, какие-то вопросы. И поручить задания разведать, добыть материал. По поводу фабрики. Первое, что всплывает в голову, это Джонни Депп. И фильм про Веливонка. Спросите учеников, а какие у них были представления, когда они ехали на эту фабрику? Вы удивитесь, но действительно ребята, которые смотрели этот фильм, представляли, что там будет нечто подобное. Какие-то аттракционы, разноцветные шоколадные горы. Можно за эту мысль уже зацепиться и сделать в газету такой мем из двух картинок. Ожидание, реальность. На первой разместить яркий, красочный кадр из фильма. А на второй фотографию цеха. Эта форма подачи материала привлечет школьников, потому что она им близка. Да, это весело и в то же время это правдиво. Что еще следует сказать про редактора? Некоторые руководители добросовестно выплачивают и за кружковые занятия, и за выпуски газет. А где-то хитрят и платят только за часы. Но мы ведь понимаем, что газета сама собой не создастся. И для того, чтобы появился выпуск, нужно очень много времени. Это колоссальный труд, это огромный пласт работы. Если вам конкретно за выпуски не платят, то вы можете сами регулировать периодичность. Не раз в месяц по часам, а, например, раз в четверть. Или не шесть, восемь полос, а гораздо меньше. Либо вы можете начать выпускать газеты не с начала учебного года, а спустя какой-то промежуток времени. Например, вы отводите три месяца на то, чтобы подготовить, научить хотя бы о зам журналистике ваших юных корреспондентов. Но вообще, это видео про руководителя нужно было начать с другого. Нужно было начать его с вопроса «Зачем?». Когда вы принимаетесь за школьную газету только потому, что она есть у всех, и вам вроде как тоже надо, то это, скорее всего, будет обречено на провал. Потому что все, что делается для галочки, никогда не будет классным. В то же время вы должны понимать, что в течение года у вас могут возникать мысли подобного рода. «Ой, так кому это все нужно?» Или «Ой, да еще же выпуск делать, а у меня столько тетрадь непроверенных мамочки!» Это правда. И это будет, если вы не ответите для себя четко и честно. Именно вам это для чего? А когда вы свое «Зачем?» сформулируете, то вообще в любые минуты отчаяния это ваше «Зачем?» будет вас вытаскивать из рутины и давать вам дополнительные силы. Я вам предлагаю на свободном пространстве этого листа подумать, поразмышлять и черкнуть пару мыслей. Зачем вам это нужно? Что конкретно вас мотивирует? Для чего вы беретесь за это? Что вы хотите получить? Какой результат для себя? Прежде всего подумайте о себе. А потом уже о том, как это изменит мир и сделает всех людей лучше, правильнее, добрее и чище. Зачем?